Всем привет! Ваши томаты станут крупнее, ароматнее и слаще, если в августе провести важные подкормки правильно. Смотрите это видео до конца, и мы расскажем, чем подкормить наши томаты. Подкормки в августе, а их может быть две корневые и две листовые, должны быть направлены только на одно, чтобы отвести органические вещества от листьев к наливающимся плодам. А что если листья хилые и стебли тонкие? То запоминаем на будущее. Листостеблевую часть томаты наращивают с мая по начало июля месяца, а затем с середины июля до конца сезона они отводят накопленные органические соединения от листьев к плодам, за счет чего последние становятся крупными, сладкими, ароматными. Итак, подкормки томатов в августе месяце, будто органические, будто минеральные, должны проводиться удобрениями с повышенным содержанием калия. Почему именно калий? Калий является тем элементом, который способен отводить органические соединения, как я уже говорила, от листа к плодам. В растениях известно более 60 ферментов, которые активируются калием. И вот если калия недостаточно, ферменты не активируются и перенос накопленных сахаров не осуществляется от листа к плодам, и поэтому наши плоды, к сожалению, не наливаются быстро, не укропняются, не обладают большим содержанием сахаров, не становятся ароматными, вкусными, сладкими. Хорошим калийным удобрением, которое, как я уже говорила, можно вносить минимум 2 раза под корень, будет являться сульфат калия. Дозировка такая, 15-20 грамм, а это столовая ложка с горкой, растворяем в ведре воды и проливаем наше растение из расчета 1 литр под каждый корень. Если мы планируем проводить подкормку по листу, то тогда дозировку немного снижаем, берем неполную столовую ложку, порядка 10 граммов, растворяем в 10 литрах воды и обрабатываем наше растение. Для того, чтобы вести одновременно с подкормками и профилактику потенциальных грибных заболеваний, будто фитофтороз, мы можем внести вместе с сульфатом калия на лист и биологические препараты, которые содержат сеную палочку. У себя в теплице я вношу сеную палочку от фирмы Профит, развожу 100 мл препарата в 10 литрах воды, проливаю растение как под корень, так и введу обработку по листу. Из органических удобрений можно использовать, например, настой зеленой травы или так называемую зеленую бродиловку. Обязательно будем ее разбавлять из расчета 1 к 5, если концентрация травы была у вас поменьше, или 1 к 10, если она была повыше, и проливать наши растения для того, чтобы калий отводил накопленные сахара из листьев плоды. Также хорошим органическим источником калия будет являться древесная зола. Можно поступать несколькими способами. Первый и самый простой. Взять 1 литр золы, разбавить 10 литрами воды, настаивать этот раствор в течение суток, затем провести разбавление 1 к 10 и проливать наше растение. Если же нету времени настаивать золу, то можно использовать следующую рецептуру. Пол-литра золы, разбавляем в 10 литрах воды и сразу проливаем под корень наше растение. Также, если у вас есть достаточное количество мульчирующего материала, то минимум раз в неделю под мульчу можно рассыпать золу прямо на почву, там где растут наши томаты. И они по-прежнему будут получать калий для того, чтобы наливались плоды и укрупнялись гораздо быстрее. И в конце этого видео я хотела бы вам показать два сорта коллекционных томатов, которые сейчас в стадии укрупнения находятся в моей теплице. Первый сорт польской селекции Козуля 179, сейчас они салатовые с зелеными полосками. И второй сорт это так называемые Гномы, Гном Грааль. Обратите внимание, для Гнома Грааль характерно достаточно обильное плодоношение, независимо от условий выращивания. На этом я с вами прощаюсь, оставайтесь на канале, впереди много интересного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова